Тик Курева представляет Лакировка предметов интерьера Лакировка защищает поверхность изделий от механических и иных повреждений и придает им красивый вид. Традиционные лаки на растворителях обычно темнеют со временем и искажают естественный цвет дерева. Водоразбавляемые акрилатные лаки бесцветны, они не темнеют со временем и не изменяют цвет самого дерева. Также очевидно, что благодаря быстрому высыханию и отсутствию неприятного запаха водоразбавляемые лаки очень удобны в использовании. Большинство водоразбавляемых лаков и защитных растворов, производимых компанией Тик Курела, можно колеровать в фирменных магазинах согласно каталогу гамма-цветов колеруемых лаков. Можно защитить дерево и одновременно откорректировать его тон с помощью водоразбавляемых лаков компании Тик Курела. Лак подбирается по его назначению. Значительную часть окружающих нас деревянных предметов можно покрыть водоразбавляемым лаком. Можно придать лаку легкий белый восковый оттенок, что осветлит затемненную поверхность и освежит ее. Лакировку деревянных поверхностей помещений обычно начинают с потолков. Стены и пол при этом укрывают бумагой или полиэтиленом. Необходимо также запастись надежным и удобным инструментом для работы. Водоразбавляемые лаки и защитные составы лучше всего наносить кистью из синтетического волокна со специально расщепленными кончиками. Достоинством такой кисти является то, что она не набухает под воздействием воды и создает ровную и гладкую поверхность. Новые панели потолка легче красить на полу кистью, каждую панель отдельно, а затем после полного высыхания устанавливать их на место. Избегайте лакировки отверстий под шурупы, это затруднит установку панелей. После высыхания первого слоя подшлифуйте немного лакированную поверхность, чтобы удалить поднявшийся ворс древесины и удалите образовавшуюся пыль перед нанесением второго слоя лака. Новые и светлые потолочные панели лакируются водоразбавляемым лаком панели АСЯ Титан. Необходимо перемешать лак перед началом работы и периодически перемешивать его во время работы. В состав данного лака входят белые микропигменты титана. Это значительно уменьшает влияние ультрафиолетового излучения, препятствуя процессу потемнения дерева. Покройте лаком по направлению волокон древесины несколько панелей сразу и с конца в конец. Неподсохшая поверхность выглядит белой, но после высыхания начинает просвечивать натуральная основа дерева. Окончательно высохшая поверхность сохраняет чуть-чуть беловатый оттенок. Панели АСЯ Титан идеально подходят для светлых пород древесины, бревенчатой поверхности стен и потолков. Поверхность получается умеренно матовой. В этой комнате сделано оригинальное разделение панелей на две части. Лакировка была выполнена колерованным матовым лаком панели АСЯ. Сначала Марика провела разделительную линию. В качестве подсобных средств можно использовать линейку и уровень, отметив равные расстояния от пола и проверив горизонтальность линии. Для верхней и нижней части панелей цвета подобраны по каталогу цветов колерованных лаков Тиккурила. Для проверки выбранного цвета лака рекомендуется проводить пробную выкраску. На окончательный цвет поверхности влияет порода дерева, его пористость и собственный цвет, а также количество слоев лака при нанесении. Обычно желаемого цвета и глянца достигают окраской в два слоя. Необходимо тщательно перемешать лак панели АСЯ до начала работы и перемешивать его периодически, в дальнейшем в процессе лакировки. Колерованные лаки могут разбавляться водой до 30%. Используя кисть с искусственным ворсом, получаем ровную гладкую поверхность. Марика начала обработку сверху. Лакировку осуществляет в несколько досок за один проход сверху до разделительной линии. Необходимо сразу же удалять подтеки, чтобы они не остались заметными после высыхания. После обработки верхней части приступают к обработке нижней. Панели АСЯ подсыхают уже в течение получаса, и второй слой можно наносить смело через пару часов. В случае, если после первого прохода волокна древесины поднялись, необходимо слегка отшлифовать данную поверхность перед нанесением второго слоя. Не рекомендуется шлифовать колерованную поверхность слишком усердно, до деревянной основы. После шлифовки удалите образовавшуюся пыль и покройте вторым слоем лака. Стена приобрела вот такой интересный, необычный вид после ее обработки матовым лаком панели АСЯ, отколерованным в три различных тона. При лакировке больших площадей степень глянца может варьироваться, поэтому на выбор потребителя компания Тикурила предлагает полуматовый и умеренно матовый лак панели АСЯ. Для бревенчатых стен лучше подходит бесцветный лак. В этом помещении стены обработаны лаком светлого тона. Буковый паркет защищен бесцветным водоразбавляемым лаком паркетти АСЯ. После установки паркета его слегка шлифуют. Образовавшуюся пыль удаляют. При необходимости трещины, щели шпатлюют смесью пыли, образовавшейся после шлифовки, с грунтовочным лаком паркетти АСЯ. Первоначальную лакировку производят в 2-3 слоя грунтовочным лаком паркетти АСЯ при помощи шпателя из нержавеющей стали. Покрывная лакировка осуществляется также в 2-3 слоя покрывным лаком паркетти АСЯ, наносимым флотексным или махеровым шпателем. Водоразбавляемый паркетти АСЯ сохнет быстро, пол можно привести в порядок в течение одного дня. Поверхность готова к эксплуатации через 12 часов после нанесения последнего слоя. Но в течение двух первых недель следует избегать интенсивной эксплуатации пола, а в течение первой недели не рекомендуется класть на пол ковры и другие замедляющие высыхания предметы. С помощью морилки паркетти АСЯ можно придать новую жизнь паркетному полу. Водоразбавляемая морилка паркетти АСЯ колируется по каталогу цветов колируемых лаков Тикурила. Ее наносят равномерно флотексным или махеровым шпателем по поверхности деревянного пола или паркета. Пол, обработанный морилкой, лакируют с помощью покрывного лака паркетти АСЯ в три слоя. Здесь он показан готовым. Затем прибивают плинтуса, окрашенные в тот же цвет. Неокрашенные ранее деревянные поверхности обрабатывают следующим образом. Слегка протрите влажной губкой поверхность стула. Это поможет поднять ворс древесины, который затем снимают легкой шлифовкой. Образовавшуюся пыль удалите. Предметы мебели лакируют с помощью водоразбавляемого колерованного лака для внутренних работ Кива. Цвет лака подбирают по каталогу цветов колируемых лаков. Конечно, при желании лак может быть и бесцветным. На выбор представлены полуматовые, полуглянцевые и глянцевые лаки. Сауну легче содержать в чистоте и порядке благодаря правильной обработке поверхностей. Для стен и потолков сауны наилучшим образом подходит водоразбавляемый защитный состав супи-сауна Суоя. Он словно отталкивает от себя воду и грязь и в то же время позволяет древесине под собой дышать. Супи-сауна Суоя также колируется согласно каталогу цветов колируемых лаков Тиккурила. Полки и поручни внутри сауны защищают с помощью супи-лауды Суоя. Она хорошо отталкивает грязь и помогает поддерживать их в чистом состоянии. Абсолютно новая атмосфера царит в сауне, обработанной с применением моринки. Лаки традиционно бесцветны. Водоразбавляемые лаки компании Тиккурила можно колеровать согласно каталогу цветов колируемых лаков. Спрашивайте информацию о лаках, их применении и колеровке в специальных магазинах компании Тиккурила. Продавцы при необходимости могут заколеровать даже маленькую баночку. Затем принимайтесь за работу. Мы верим, у вас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова